Мы самая любимая команда Александра Васильевича за всю историю КВ. Да, у Александра Васильевича бывали и другие любимчики, но так, чтобы проводить игру там, где удобно команде. Не зря говорят, дома и стены помогают. Триумфальное выступление полуострова в четвертьфинале высшей лиги в Ялте обеспечило ребятам путевку в полуфинал. Но это не стало пределом. К Новому году команда преподнесла Республике настоящий подарок. Став вице-чемпионами высшей лиги, веселой и находчивой написали новую историю. Такого в жизни крымского КВН еще не было. Мы до сих пор скромничаем, поэтому, наверное, это какое-то хорошее стечение обстоятельств. Финал уже позади, но эмоции еще не утихли. Харизматичность и креативность ребят подкупила не только зрителей, но и жюри. Вишенкой на торте стала так называемая любовная история капитана команды Алима и Пелагеи. Просто это вылилось в какой-то сериал, потому что на следующей игре уже появилась в жюри Полина Гагарина. И мы постарали это все на том, что Алим подходит не к Пелагеи, а к Полине. И дальше пошло-поехало. С каждой последующей игрой зрители будто погружались в новую серию этой мелодрамы. Пелагея разрешите? Пелагея. А поедемте после игры вместе с нами в Крым. Выходит, это наше второе свидание. Вы подарите поцелуй парню, который сегодня сыграет для вас на трубе. Веселый и находчивый на сцене и в повседневной жизни без юмора никуда. У нас есть Рустик, который в противовес мне придуряется, говорит какие-то глупые вещи. А в жизни такой же? В жизни какой-то. Ты такой же? Нет, я не такой. Я в жизни очень серьезный человек. Очень серьезный. И накаченный. Я очень серьезный и очень накаченный. В жизни. Талантливый человек талантлив во всем. Все, кто прошел школу КВН, отличаются умением писать интересные сценарии, организовывать съемку, режиссировать. А главное, умением быстро и легко выходить из любой ситуации. В свободной от репетиции и игр время ребята трудятся в студии и создают коммерческий видеоконтент. Все, что вы видите здесь вокруг, это все направлено на то, чтобы когда у нас нет игр, чтобы каждый из нас мог заниматься в том числе и творчеством, но уже на коммерческой основе. Погрузившись в повседневность, сбросив с себя сценические маски, вице-чемпионы готовы поделиться рецептом успеха. Терпение, труд, наверное, самое главное, упорство. Мы много работали. Тима, что ты ржешь? А что вы терпели? Вот так с юмором всегда и обо всем. Однако о самых ярких шутках команда пока умалчивает, оставляя интригу. Эфир финала высшей лиги можно будет увидеть 1 января. А пока ребята наслаждаются заслуженным отдыхом.